Дым на участке частного дома, расположенного в поселке Загорянский, виден за версту. Похоже, хозяева решили избавиться от сухой листвы и веток. Однако забыли о правилах. Пожароопасный период применения открытого огня запрещено. Причем относится это не только к любителям погреться у костра в лесу, например, но и к владельцам частных домов. В соответствии с постановлением губернатора Московской области, от 25 апреля 2022 года на всей территории Московской области введен особый противопожарный режим. В связи с чем использование открытого огня на всей территории Московской области категорически запрещено. Так сотрудники МЧС и полиции провели совместный рейд в поселке Загорянский. Гражданам напомнили о правилах, действующих в пожароопасный период. Мы требуем, что нельзя разводить. Что уже это? Мы читаем. В день рейда были выявлены нарушители по двум адресам. Но говорить с правоохранителями владельцы частных домов в обоих случаях отказались. А точнее сделали вид, что не заметили их у ворот своих участков. Не повлиял на решение одного из собственников даже приезд пожарной машины. Впрочем, уйти от ответственности нарушителям, как оказалось, не удастся. Собственники данных земельных участков будут привлечены к административной ответственности. На граждан административный штраф составляет от 2 до 4 тысяч. На должностных лица от 15 до 30 тысяч рублей. На лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования, юридического лица от 30 до 40 тысяч рублей. На юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Подобные рейды проводятся ежедневно. И только за первую половину майских праздников было составлено 6 протоколов. Работа ведется не только в частном секторе, но и на территории лесного массива, парков и скверов. Особое внимание уделяется полюбившимся местам отдыхающих. Зачастую взрослые люди не отдают себе отчета в том, что с огнем шутки плохи. И даже один маленький непотухший уголек может стать причиной большого пожара. Продолжение следует...